Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжается серия прямых эфиров, посвященная вступительной кампании в Казанской Федеральной Университете 2022 года. Меня зовут Роман Поленцков. Сегодня у нас в гостях Институт филологии и межкультурной коммуникации. Будем говорить мы о поступлении в этот прекрасный институт. И с вашего позволения представлю, с кем мы будем общаться по ходу нашей встречи. Фануза Харисовна Тарасова, декан высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Николаевича Толстого, доктор филологических наук. Фануза Харисовна, вас приветствую. Мария Александровна Кулькова, профессор кафедры теории и практики преподавания иностранных языков. Александра. Добрый день. Добрый день. И Азалия Решатна-Гизатулина, доцент кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации. Добрый день. Вам тоже добрый день. Что ж, перед началом эфира мы с вами тут немножечко пошептались, договорились о том, что у нас будет небольшое вводное слово, а затем уже пойдем по вопросам. Так что, пожалуйста, коллеги, вам слово. Добрый день, дорогие наши абитуриенты. Добрый день, уважаемые родители. Мы сегодня хотим представить Высшую школу русской и зарубежной фиологии имени Льва Толстого. Несколько слов о деятельности нашей Высшей школы. Наша Высшая школа, она специализируется на преподавании русского и в основном иностранных языков. Это европейские языки и восточные языки. Хочется сказать, что знание языков всегда способствовало межкультурному диалогу. И, конечно же, многие абитуриенты интересуются именно поступлением на факультеты, где преподаются иностранные языки. Позвольте мне начать с нашей традиционной программы. Это зарубежная фиология. Зарубежная фиология в этом году представлена двумя профилями. Это иностранный язык английский, литература ведения, перевода ведения. И вторая – это испанский язык, литература ведения и перевода ведения. Это уникальная программа, которая дает Вам возможность сочетать литературоведческие дисциплины, глубокие знания иностранных языков, а также способствует возможности получить навыки перевода, различных видов перевода. Данная программа у нас очная, 4 года обучения. Но в этом году впервые у нас реализуется данная программа в очно-заочной форме. Она привлекательна для тех, кто хочет совмещать учебу и работу. Ну и, конечно же, в зависимости от того, что от формы обучения, это влияет и на стоимость данной программы. По данным профилям у нас имеются и бюджетные места, поэтому мы все ждем желающих поступить на данное направление. Следующее – это прикладная лингвистика, русский язык и литература. Я не буду подробно останавливаться, я думаю, что коллеги мои об этом направлении еще скажут. Ну и следующее направление – это педагогическое образование, которое представлено такими профилями, как иностранный язык, он всегда будет первый иностранный язык английский и второй иностранный язык. В качестве второго иностранного языка мы предлагаем испанский, немецкий, французский, китайский, турецкий языки и, по желанию, еще есть арабский язык. Данный профиль у нас реализуется в течение пяти лет, так как наши студенты получают специализацию в двух иностранных языках. Кроме этого, есть у нас педагогическое направление – это французский язык, четыре года обучения, иностранный язык, немецкий язык, иностранный язык, английский язык – это у нас профили, которые реализуются в течение четырех лет. Очень привлекательно для наших будущих абитуриентов – это заочная форма обучения, иностранный язык. На данный профиль, хочу сразу сказать, имеется 45 бюджетных мест, поэтому все желающие, которые хотят одновременно и работать, и получить диплом и знание иностранного языка, могут смело подаваться на данную программу. Но о профилях по педагогическому образованию, я думаю, несколько слов скажет моя коллега, это Мария Александровна. Пожалуйста, Мария Александровна. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Сегодня мы рассказываем вам об образовательных программах, которые реализуются в Институте филологии и межкультурной коммуникации. И я хотела бы познакомить вас с программами по направлению педагогическое образование, которые реализуются в Высшей школе русской и зарубежной филологии. Особой популярностью пользуются две программы. Это иностранный язык и иностранный язык, и второй иностранный язык, как уже сказала Фунзла Харисовна. Обе программы нацелены на подготовку бакалавров, способных, владеющих двумя иностранными языками, английским, немецким. Программа четырехлетней, иностранный язык немецкий, также включает дисциплины, которые ведутся на английском языке. Таким образом, есть возможность изучить немецкий язык с нуля, либо тем, кто продолжает изучение немецкого языка, поскольку эти программы у нас реализуются по подгруппам. То есть есть подгруппы для начинающих, и есть подгруппы для продолжающих изучения немецкого языка. Продолжительность, как я уже сказала, четырехлетней программы, четыре года, и дисциплины ведутся на русском, английском, немецком языках. У нас эти программы пользуются особой популярностью, поскольку есть также зарубежные партнеры. Программа четырехлетнего бакалавриата реализуется совместно с Институтом германистики Гисенского университета и имеет финансовую поддержку крупного немецкого фонда ДАД. Также для тех, кто планирует образовательную траекторию заранее, очень удобно продолжить обучение в педагогической магистратуре по профилю иностранной языки в сфере профессиональной коммуникации. Я являюсь руководителем данной программы уже несколько лет, и программа успешно развивается. Каждый год мы ее совершенствуем. Учебный план данной программы был составлен по модели ведущих европейских вузов, являющихся партнерами КФУ. И здесь есть возможность изучать различные иностранные языки – английский, немецкий, французский, турецкий. Каждый, кто поступает к нам в педагогическую магистратуру и ЯВПК, изучает в качестве первого иностранного языка английский либо немецкий, и в качестве второго иностранного языка французский либо турецкий языки. Продолжительность программы – два года, очная форма обучения. Программа также реализуется совместно с европейскими партнерами. И у нас очень много проектов международных, которые успешно были реализованы весной. В частности, проект «Тандем», в котором студенты с большим удовольствием принимали участие. Поскольку магистратура педагогическая, наши студенты обучали в ходе проекта «Тандем» дрезденских студентов, русскому как иностранному, а, соответственно, германские студенты обучали наших студентов немецкому и английскому языкам. И таким образом оттачивали методику преподавания иностранных языков. Спасибо большое. Ну и раз уж был затронут вопрос про магистратуру, хочется сказать, что иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации – это у нас единственная очная магистратура. Кроме этого, имеются очень заочные магистратуры. Это программа «Текстовая аналитика» в образовании и науке, мультилингвальные технологии раннего развития детей, и есть заочная программа по роману «Германской филологии», которая построена на основе перехода из одной ступени обучения на следующую ступень. Кроме этого, те студенты, которые завершают бакалавриат, обучаются в магистратуре, имеют возможность поступить в аспирантуру. По всем направлениям данным в нашем институте имеется аспирантура и уже получить квалификацию, защитить кандидатскую диссертацию, получить квалификацию преподавателя и продолжить свою карьеру именно в нашем институте. Но хотелось бы еще несколько слов сказать о тех новых программах, которые у нас открываются в этом году по кафедре прикладной экспериментальной лингвистики. Пожалуйста, Залежа. Еще раз приветствую, дорогие абитуриенты. Хочу рассказать о программах, которые реализуются на нашей кафедре. Это программа «Прикладная филология. Русский язык и литература». И новая программа — это «Русский жестовый язык. Теория и практика перевода». Несколько слов буквально скажу о программе «Прикладная филология». Выпускники этой программы становятся специалистами в области русского языка и литературы. Также они изучают дисциплины на стыке направлений, в частности нейролингвистику, компьютерную лингвистику, лингвокриминалистику. И впоследствии они могут продолжать обучение в магистратуре и дальше развиваться в научной сфере, защищать диссертации и преподавать в вузах. А также могут традиционно работать учителями русского языка и литературы, редакторами, корректорами в издательствах, работать в СМИ, сотрудничать с различными компаниями по разным направлениям. И в частности при условии прохождения повышения квалификации работать в области нейролингвистики, в области лингвокриминалистики. И нейролингвистика изучает мозговые механизмы речи, речь в норме и в патологии. Наши студенты сотрудничают с университетской клиникой и осуществляют работу на базе Центра патологии речи. И эта работа с детьми и со взрослыми связана с реабилитацией и абилитацией. Реабилитация предполагает восстановление функций речи, как, например, после инсульта, после ковид. И абилитация предполагает формирование функций речи. Это такие явления, как аллалия, алекситимия. Это и работа с детьми, также и работа со взрослыми людьми. И лингвокриминалистика предполагает в большой степени связано с проведением лингвистической экспертизы. Лингвистическая экспертиза — это часть судебной экспертизы. И наиболее актуальные, частотные дела, они связаны с вопросами защиты чести и достоинства, с делами по экстремизму, с вопросами защиты авторских прав и так далее. И вторая наша программа — это программа «Русский жестовый язык. Теория и практика перевода». Это новая программа. И в России всего несколько вузов реализуют подобное направление. И сейчас существует нехватка специалистов по русскому жестовому языку. По мнению президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова, не хватает около 4 тысяч переводчиков жестового языка на сегодняшний день в России. — Хочется добавить, что данная программа «Жестовый язык» она еще идет у нас одновременно с углубленным изучением английского языка. То есть это такая программа, которая знакомит не только с русским жестовым языком, но кроме этого и дается основу международного жестового языка. — Спасибо за столь подробное вводное слово. Но смотрите, здесь у нас такая ситуация. Ротация эфира у нас довольно-таки большая. Некоторые зрители, которые уже смотрели, возможно, отпали и пришли новые. Поэтому не удивляйтесь, если придется продублировать ваш ответ, отвечая на те вопросы, которые у нас есть уже в ВКонтакте, те, которые ранее присылались. И первый из них, скорее всего, придется продублировать. Расскажите, какие программы реализуются на базе вашей кафедры. Ну вот, поговорили о кафедре прикладной и экспериментальной лингвистики. А остальные? — У нас в школе представлены четырьмя кафедрами. Кафедра романа германской филологии, как я уже сказала, данная кафедра реализует программы по зарубежной филологии. Это иностранный язык, литература, переводоведение. Здесь основным языком может быть как английский, как и испанский. И вторая — это очень заочная форма тоже по зарубежной филологии. Кроме этого, совместно с кафедрой зарубежной литературы мы реализуем программу магистратуры. Это романа германской филологии. Заочная форма, очень удобная для наших магистрантов. И очень заочная мультиинговальная технология раннего развития детей. Кафедра теории и практики преподавания иностранных языков реализует направление педобразования и профили, о которых уже ранее сказала Мария Александровна. Следующий вопрос относится к кафедре прикладной экспериментальной лингвистики. Говорили о курсах на стеке наук. Это психолингвистика, компьютерная лингвистика, лингвы, криминалистика и нейролингвистика. Интересуется, кто их преподает? Да, наши преподаватели это лингвисты, литературоведы, это врачи-неврологи, психологи и математики. То есть я, наверное, не буду называть имена отдельных преподавателей для того, чтобы не оказалось так, что кого-то назвала, а кого-то не назвала. Единственное, что, наверное, важно сказать о Елене Анатольевне Горобеце, это заведующая нашей кафедры, которая, в частности, также является и психологом, имеет психологическое образование, как раз-таки ведет курс по нейролингвистике. И во многом, благодаря ее усилиям, сейчас существует научно-исследовательская лаборатория, нейрокогнитивные исследования. И как раз-таки на базе этой лаборатории объединены ученые, исследователи из разных направлений. Это как раз-таки врачи-неврологи, психологи, психиатры, лингвисты. И особенность сотрудничества в том, что эта работа осуществляется совместно, то есть они работают как бы в связке. И это такая комплексная работа, и индивидуализированная, и персонализированная в то же время. Ну и хочется сказать, что преподаватели, которые работают на нашей кафедре, это прекрасные преподаватели, и это не только исследователи, но еще и хорошие люди. Наверное, так можно сказать обо всех преподавателях университета и нашего института, в частности. И хочется тоже отметить, что у нас очень хорошие студенты обучаются. И я вижу в этом большую ценность в том, что на протяжении этих лет обучения и мы, и студенты, мы можем узнавать друг друга, и могут раскрываться какие-то стороны наши человеческие, и сильные стороны могут раскрываться, и те стороны, которые казались слабыми, мы можем наблюдать, как они развиваются и усиливаются. И мне видится в этом, как я уже сказала, большая ценность. И думаю, что это придает устойчивость в нашем меняющемся мире. Спасибо. Следующий вопрос, ну, скорее всего, просьба. Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе «Русский жестовый язык. Теория и практика перевода». Да, это вопрос ко мне. Да, я с удовольствием расскажу об этой программе. Программа «Русский жестовый язык. Теория и практика перевода» — это не только важное и актуальное направление. Студенты, которые будут обучаться на этой программе, они обогатятся очень сильно, потому что они познакомятся с целым новым миром, точнее, с целым новым способом освоения мира. И глухие люди, они испытывают глубокую потребность в расширении сферы использования их языка, в популяризации его, в хороших переводчиках и в организации билингвального образования «Русский жестовый язык» и «Русский язык», в организации, извините, в интеграции в научно-исследовательскую деятельность. И сама программа, она реализуется в течение четырех лет. Это очно-заочный курс, то есть часть занятий будет проходить очно, часть дистанционно. Все практические дисциплины проходят очно, и программа реализуется лингвистами. Обучаются студенты, типично слышащие. Как правило, это студенты, которые завершили общеобразовательные школы, но, конечно же, это могут быть и люди, которые уже получили какое-то образование и чувствуют призыв к тому, чтобы получить еще одно дополнительное образование, поскольку вот их зовет сердце к этому. И хочу добавить, что теоретические дисциплины, они ведутся на русском языке, и все практические дисциплины, вся практика, она ведется глухими преподавателями. И это обязательная составляющая аккредитации, поскольку программа, она реализуется по международному дизайну. И возможность погрузиться в речевую среду будет у студентов, и это очень важная возможность. Также специалисты, которые будут выпускаться, будут уникальными специалистами во всех отношениях, не только потому, что существует нехватка, как я уже говорила. Если посмотреть на сегодняшний день, я уже вот называла цифру о нехватке 4 тысяч специалистов, и считается, что меньше в 7 раз специалистов, чем необходимо. Да, и количество мест на этой программе 13 бюджетных мест. Поэтому, да, добро пожаловать. Также эта программа, она реализуется в партнерстве с Московским государственным лингвистическим университетом, и консультантом выступает Анна Анатольевна Комарова. Это лингвист, переводчик жестового языка, и также она является... Сейчас я скажу. Она является экспертом Всемирной Федерации глухих по образованию, а также представителем Всемирной Ассоциации переводчиков жестового языка по странам Восточной Европы и Средней Азии. Спасибо. Хорошо, что ж, пойдем дальше. Небольшая информация, друзья, кто у нас сейчас подключился ко ВКонтакте. Эфир будет сохранен. Если что, в группе ВКонтакте Универ ТВ и Казанского федерального университета будет запись подробно, потому что были небольшие у нас технические неполадки. Продолжаем дальше по вопросам. Есть ли у вас бюджетные места? Вот что интересует наших абитуриентов. По всем направлениям и профилям у нас есть бюджетные места, но количество, конечно, ограничено. Что касается зарубежной фиологии, это у нас 14 бюджетных мест по зарубежной фиологии. По прикладной филологии русский язык и литература у нас 15 бюджетных мест. Русский жестовый язык, как уже было сказано, это 13 бюджетных мест. И по филологии зарубежной фиологии очень-заочная форма, 13 бюджетных мест. По направлению педагогическое образование профиль педобразования с двумя профилями подготовки 19 бюджетных мест. Иностранный французский язык 20 бюджетных мест. Иностранный язык 15 бюджетных мест. И, как я уже говорила, заочная форма 45 бюджетных мест. Что касается программ магистратур, то на каждую программу по магистратуре имеется 15 бюджетных мест. Хорошо. Следующий вопрос. А если я абитуриент и заинтересовался тремя вашими программами, как я могу вас найти? Люди уже поисками занимаются. Имеется, наверное, контактная информация. Да, да, да. Я думаю, что это контактная информация. Хочу сказать, что на сайте нашего института есть вкладка абитуриенту, где подробно дается информация по поступлению, по срокам поступления, по документам, которые необходимо подготовить к сдаче, ну и все требования, которые предъявляются к абитуриентам за какие-то дополнительные баллы, которые они могут получить. Вся информация на сайте института филологии и межкультурной коммуникации. Поэтому мы ждем наших абитуриентов. Следующий вопрос. В чем заключается отличие программы иностранный язык 4 года от аналогичной программы иностранный язык плюс иностранный язык 5 лет? Смогу ли я изучать английский язык, если выберу немецкий в качестве основного иностранного языка? Наверное, я отвечу на этот вопрос. Спасибо большое. Вопрос очень хороший, поскольку программы действительно похожи. Продолжительность программы иностранный язык 4 года, продолжительность программы и я плюс и я иностранный, и второй иностранный 5 лет. Обе программы нацелены на подготовку бакалавров, владеющих несколькими иностранными языками, в частности, немецким и английским. Поэтому дисциплина здесь реализуется с учетом 4 аспектов. Это говорение, письмо, аудирование, чтение. Тем не менее, программа 5-летнего бакалавриата, она представляет данные дисциплины в более развернутом виде, а 4-летний бакалавриат более сжатым. Я думаю, что вот эта разница 1 год, она будет релевантна для тех, кто планирует поступать, например, на договорной основе. Одно дело платить за 4 года, другое дело за 5 лет. И здесь можно существенную сумму сэкономить. И я думаю, что обе программы являются весьма привлекательными для абитуриентов, поскольку традиционно реализуются на нашей кафедре, которая раньше относилась к педагогическому университету и всегда являлась кузницей кадров не только для Республики Торстан, но и для Российской Федерации, в том числе в нашем регионе. С какого курса начинается практика? Где и как она работает? Там был еще второй вопрос. Я могу на него ответить? Да, 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 кстати. По поводу... Повторю еще раз. Смогу ли я изучать английский язык, если выберу немецкий в качестве основного иностранного? Да, безусловно, поскольку ключевыми дисциплинами являются иностранный язык, немецкий, разговорный курс английского языка, страноведение и лингвострановедение на немецком, на английском языках, практическая грамматика английского языка, немецкий язык в современном мире. Таким образом, вариативность дисциплин позволяет активно изучать два иностранных языка. Диплом, который получат наши абитуриенты, прошедшие обучение по профилю педагогическое образование, там будет написано «Бакалавр в области педагогического образования». Профиль «Иностранный язык». А перечень дисциплин, которые я уже сейчас озвучила, они будут изложены все в приложении. И там будет и английский, и немецкий язык. Таким образом, наши выпускники смогут успешно работать в школах государственных, частных преподавателями и немецкого, и английского языков. Смогут работать в научно-исследовательских учреждениях, в центрах по подготовке одаренных детей, в международных отделах, в туристических фирмах. То есть профиль очень широкий. Теперь перейдем к вопросам о практике. С какого курса начинается практика, где и как она проходит? То есть теория – это все хорошо, но без практики… Все правильно. Хочу сразу сказать, что каждая программа, которая реализуется в нашей высшей школе, конечно же, сопровождается необходимыми практиками. Поэтому, что касается зарубежной феологии, это у нас с первого курса уже есть музейная практика. Недавно на сайте были выложены фотографии, где наши студенты занимаются Национальным государственным музеем, демонстрируют знания иностранного языка при проведении экскурсий по данным экспонатам этого музея. И все это проходило в этом году в открытом режиме, каждый мог послушать выступления наших студентов. Кроме этого, по зарубежной феологии у нас проходит переводческая практика, где мы задействуем и департамент нежных связей, где они оказывают свою помощь, а также бюро переводов в городе Казани. И также по каждому профилю, по каждому направлению у нас проходит научно-исследовательская практика, в рамках которой наши студенты пишут свои курсовые работы и выпускные инфляционные работы. Что же касается педагогического направления, то хочу сказать, что в основном все практики у нас проходят в школах города Казани, где студенты имеют возможность в первое время наблюдать за уроками учителей, давать анализ этих уроков, а в дальнейшем уже сами практикуют уроки иностранного языка в средних общеобразовательных школах. Такие же практики у нас и по прикладной лингвистике русский язык и литература. Я думаю, что такая возможность как раз дает нашим студентам реализовать все, что они получают на теоретических курсах. Говоря о преподавании, следующий вопрос звучит так. Будет ли возможность преподавать английский язык в школе по завершению обучения? Да, наверное, тоже я отвечу на данный вопрос. Да, такая возможность есть, поскольку в дипломе будет написано бакалавр в области педагогического образования и учитель иностранного языка. Соответственно, преподавать можно любой иностранный язык, в перечне будут отмечены эти дисциплины. И стоит отметить, что наши выпускники являются высоко востребованными специалистами. У нас каждую осень запросы из многочисленных школ, поскольку сейчас вот этот современный тренд в школах преподается несколько иностранных языков. Первый иностранный и второй иностранный. Таким образом, наши выпускники, они владеют несколькими иностранными языками. И мы действуем уже много со временем. Они могут преподавать и английский, и немецкий язык. Таким образом, у них всегда хорошая нагрузка, всегда на них большой спрос. Ну и мы закрываем очень многие задачи, очень много запросов из современных полилинговальных гимназий. И также те дисциплины, которые у нас реализуются, они позволяют как раз применять инновационные технологии в области преподавания иностранных языков. И здесь у нас такая комбинация иностранный язык, второй иностранный язык и современные еще технологии преподавания иностранного языка. Хорошо, едем дальше. Будут ли преподавать носители языка по профилям бакалавриата иностранный язык и магистратуры иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации? Планируются ли стажировки во время обучения? Да, это очень актуальный вопрос. Спасибо большое. Стоит отметить, что наши дисциплины преподаются высококвалифицированными специалистами. Это и кандидаты наук, и доктора наук, доценты, профессора с нами. Продолжают сотрудничать уже долгие годы носители языка, носители английского языка, носители немецкого языка. Долгое время у нас работают лекторы ДАД. Поэтому, безусловно, да, мы тесно сотрудничаем с зарубежными партнерами. Реализуются международные проекты, и также реализуются программы академической мобильности. Сейчас у нас как раз студентка готовится к отъезду в Германию, в Гессенский университет, в рамках нашей партнерской программы. Она является студенткой как раз четырехлетней программы бакалавриата иностранный язык немецкий. Поэтому мы вас очень ждем, приглашаем на наши программы и обязательно отправим на стажировку. Следующий вопрос, он же и заключительный. Сотрудничаете ли вы с работодателями? Да, это постоянное сотрудничество с работодателями. Работодатели у нас участвуют и при устройстве наших студентов на практике. Кроме этого, они участвуют и при защите выпускных квалифицированных работ, где уже наши выпускники представляют свои проекты, которые могут в дальнейшем способствовать их трудоустройству. И есть возможность, конечно, ежегодно встречаться с работодателями, показывать свои какие-то новые проекты, которые уже заранее могут заинтересовать наших работодателей. И, конечно же, очень много поступает предложений от работодателей по приглашению наших выпускников. Это касается и в качестве переводчиков, и в качестве учителей в наших общеобразовательных школах. Кроме этого, я, наверное, раз это заключение, хотела бы сказать, что 26 марта в Институте филологии и межкультурной коммуникации проходит День открытых дверей. Мы ждем наших абитуриентов в очном формате, потому что продуманные мастер-классы, продуманные именно общения, интерактивные общения, как со студентами, как с нашими преподавателями. Кроме этого, 26 марта пройдет и секции по традиционной научно-практической конференции имени Лобачевского, где наши будущие абитуриенты, это школьники, начиная уже с 7 класса, могут участвовать со своими первыми научными изысканиями. Добро пожаловать! Мы ждем вас! – Что ж, большое спасибо! На этом у нас вопросы подошли к концу. Есть ли что добавить под конец нашего эфира у вас, коллеги? – Ну, в конце хочется сказать, конечно, я думаю, что это не последний раз мы встречаемся с нашими дорогими абитуриентами. Лучше всего, конечно, приехать к нам, посмотреть на наше здание. Это очень светлое, большое здание, оборудованное по последней... То есть у нас оборудование по последнему слову техники. И, конечно же, у нас есть такая возможность пригласить вас на практические занятия, на интересные лекции наших преподавателей. С понедельника у нас начинает во время школьных каникул работать лингвистическая школа и преподавать в этой лингвистической школе будут как профессора, так и молодые преподаватели, которые владеют интерактивными методами обучения иностранным языкам. Поэтому мы вас ждем. Добро пожаловать! – Что ж, большое спасибо! У нас были представители Института филологии и межкультурной коммуникации в гостях у нас в шоуруме. Надеемся, еще с вами увидимся. А на сегодня все. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...